Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну что, брат, готов к последнему рывку? Удачи! И еще раз спасибо тебе! Это чего это? Оттуда с башни, что ли? Ух ты! Спасибо, братуха! Круто! Спасибо! Спасибо вам, спасибо. Спасибо. Вы не представляете, что это для нас значит. Спасибо. Мы ведь на этом вагоне год назад сюда. Столько всего потом произошло. Мы тут заждались уже все. Аня сильно переживала. А я ей говорю, Святослав Константинович его не зря посылает на самое трудное задание. Доверяет. Артём, мы на позициях. Ждём. Артём, наши в порт длинной дорогой пошли. А ты можешь быстрее. Вон там лодка есть. Ну или с башни по тросу. Ну, Артём, ни пух, ни пера. Удачи вам, ребят. И в порту, и на мосту. И в порт длинной дорогой пошли. Продолжение следует... 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 Готов. Ха, мило. Пригнись! Это что там? Что это такое? Вон там. Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Отлично сработало, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Жаль всё же, что по-тихому не получилось! Ну шо, ребята, готовимся к отплытию! Если кто чё забыл, то уж забыл! Времени терять нельзя! Ребята, удачи! Ни пуха, ни пера! Артём, смотри там! Да, удачи нам пригодится! Ну, как говорится, семь футов под килем! Ура! По местам стоять! Съехали сниматься! Сейчас где-то полпути пройдём и часов до четырёх в камышах покемарим! На мост лучше с утра пораньше заявиться! Туман гуще всего! И они все после заутренней сонной будут! Ура! 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 Артём, князь, мы этого приближаемся! Вот там, видишь, на верхотуре самый костер. Там кабина управления была, а теперь молельня, поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, и туда, а я пока охране зубы заболтаю. Эй, на берегу! Держи конец! Давай! Эй, моряк! Где баржу потерял? Хлебалом тебе торговать будет, а? Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки. Удачи! Мы у излученной корягу поймали, весь борт развратило. Пришлось там место знать. Артём, князь, Аврора скрытно выдвигается на исходное. Готовы начинать по вашему сигналу? Принято, товарищ полковник. Работаем! Что? Явились ведь, как отец Силантии говорил? Кто явился? Слуги сатаны! Ты как на заутренней не был! Не был. Допрыгаешься! Пошлёт святой отец демонов восхоренять! Ну, рано ведь. Вы хоть расскажите, что было? Ладно уж. В общем, еретик прямо на проповедь к отцу Силантии явился. Наши по лодкам и туда! Отца спасать! А еретик их там всех почти положил. Кто сдался, только тех не тронул. Ну и вообще безоружных, кто там был, не тронул. Не всё человеческое растерял, значит, хоть и еретик. И Катька эта ведьма с отродьем своим сбежала. Говорят, у еретиков еретизм. Думаешь, топадут они? Да кто их знает? Это же еретики! Солны в их возбит. Да уж, им бы убивать только одно слово не скажут. Я чё так? Семён-то вернулся. Ты чего, обалдел? Они же с Кирилла всех демонов извести поглялись. Такие не возвращаются. Да кого хочешь, Спаси? Их-то мне христи перехватили, а еретик из новых освободил. Сдрейфил, Семён, просто. И не такое придумывают, лишь бы к демонам не идти. Нет, брат, не сдрейфил он. Как вернулся в храме, скандал устроил, но своего добился. Теперь вместо Семёна за еретика молиться будем, понял? Ох ты, за еретика? Хотя дело богоугодное. Ну, Семён, а потом что? Перекрестился, порох поцеловал и обратно ушёл. К демонам, понял? На, получай! Я сдаюсь, только не стрелять! Сдаюсь я! Может, и пронесёт, только бы пронесло. Я сдаюсь, и пронесло, и пронесло. А он вроде с понятия парень. Даром, что еретик. Артём, я почти на месте. А у тебя там, кажется, весело. Ты только не отвлекайся, вы тут мне в тир потренироваться пришли. Ха-ха-ха! А-а-а! 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 Что это? Что это? А-а-а-а! Пойди! Субтитры сделал DimaTorzok Добрались до четвертики, проклятые! Катерину увели до меня, добрались! Ух ты, шустрый, Артём! Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать её с дочкой. Ну что, всё понятно? Чего не понять-то? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Уезжайте с глаз долой! Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит Пасху мою беречь! Ну вот и молодец! Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот всё, что мог! Вы, главное, не стреляйте! А машинисту скажите, чтобы не гнал, мост еле дышит! И останавливаться нельзя, мост рухнет! Вам придётся прыгать! Давайте рубили! Давайте рубили! Нас пропустят! Если не будут стрелять, то пойдём малым хором! А, и останавливаться! Приём! Приеду, князь! Начинаем сживание! Всем внимание! Без приказа огонь не откраться! Артём, прыгаем! Неплохо мы сработали, Артём! Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество – грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мёртв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось всё метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли эта ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили. В Ямантау. Артём, Артём. Просыпайся. Проснулся уже? Артём, тебя полковник в рубку зовёт. А я побежал. Вставай, пора. Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. Нас ведь людей и так мало осталось. И, может, когда-нибудь мы сможем доверять незнакомцам просто... Просто... Потому что они тоже люди. Нагрузила... Извини, меня сегодня что-то на философию потянуло. Артём, посиди со мной немного. Хорошо как. Век бы так лежал. Слушай, а ты когда забирался на высотки в Москве с радио, ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Да, у нас, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса, там, например. Или хижина на берегу океана, а? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так. Вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши. Куда-то в никуда. Да ещё и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Знаешь, я тут с Катей поговорила. Сижу, вспоминаю этот мост, людей этих. Ну вот, мы под землёй 20 лет просидели, а они нет. Ну и что? Это ведь не те люди, которые города строили, самолёты, ракеты в космос запускали. А такие же, как в метро. Только ещё более задурённые и несчастные. По сути, они просто рабы. Самые настоящие. Целый день вкалывают, полночи молятся. Всё по расписанию, всё под надзором. Всё, буквально всё. Решает община. Ну, то есть, понятно кто. Силанти этот. У них ведь даже своего ничего нет. Штаны и те общинные. Наврал им с три короба про электричество. Они и уши развесили. Не все, понятно. Но там, просто если вопросы задаёшь, получай епитимью, поклонами до молитвы шаровую молнию уничтожить. Ну, а это верная смерть. Ну, какая беда от фонарика. Что плохого в радио? Нет, только прячутся, крестятся. Как так можно человеку голову всякой дрянью забить? И всего за несколько лет? Люди вообще как-то удивительно легко верят во всякое враньё, знаешь? Главное, чтоб удобное враньё было. Или хотя бы привычное. Вот мы в метро. Ну, ладно, мы оккупантов пока нигде не встретили. Если моей футболки на антенне не считать. И Катя их видом не видывала, и крест. Но где-то там они, допустим, есть. Но ведь нам в метро не про них говорили. Не объясняли, что война ещё идёт. Нас все убеждали, что просто нигде, кроме метро, жить нельзя. Нам лгали, лгали, лгали без остановки. Всё это время. Ради благих целей? Наверное. Но всё метро на вранье держится. Зла не хватает. И пока сколько мы не едем, врага никакого нету. Ни одного. Странно, нет? А отец даже слушать ничего не хочет. Следи за собой, будь осторожен, враг не дремлет. Ты знаешь, я отца люблю. Сильно. Несмотря ни на что. Но что, если всё, что рассказывали ему, просто ещё один слой лжи? Надеюсь, хоть в Ямонтау об этом узнаем. Как всё на самом деле. Ну вот. Тебе вот рассказала, уже полегче как-то. Спасибо, Артём, выслушал. Давай помолчим теперь немного. Ладно, беги в рубку. Отец чего-то хотел. Прямо как в сказке. Принц спас принцессу из страшного подземелья с монстрами. И везёт в сказочное королевство, где они намерены жить долго и счастливо. Как, считаешь, найдём мы своё сказочное королевство? Хотя с тобой мне где угодно хорошо. Главное, чтобы получилось долго и счастливо. Что, идёшь уже? Ну, беги. Куда они без тебя. Давай ещё так посидим, ладно? Спасибо. Спасибо. Пора? Хорошо, встаю. Что, идёшь уже? Ну, беги. Куда они без тебя. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 За Менчикова почку не кати. Забыл про зэков из-под Золотого, а? Торговательными кто начал? А? Так и за это не ему, а Захару спасибо. Вот это мужик. Кремень. Один через Байкал. Если он скажет, сразу по рукам ударит. А Менчиков мне тьфу и растереть. Ты немного берёшь на себя, а? Звезду поймал, как релещики отстали. Корона не жмёт. Да иди ты, Дэн. Ладно. Раз ты вот так за него горой, ну пусть будет Менчиков. Ну, вообще, знаешь, вы все Захару на шею сели и ноги свесили. Это я ещё... Ладно, хватит тебе. Главное то что? Что Иркутск выжил, вот что. Ну и вы тоже. Это точно. Это главное. Ну, тогда конец связи. Менчикову привет. Ну, Змей. Конец связи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Внимание! Говорит особый... ...и у базы-комчега. Всем, кто слышит это сообщение, всем, кто хранит верность присяге, объявляется общий сбор! Точка сбора. Комп. Сколько мы уже дней в пути? Я ведь тоже слушала радио. И никаких там переговоров не было, чтобы враги там, оккупанты. Столько всякой всячины в эфире. Столько историй. Отец говорит, они маскируются. Говорит, это их шифры, все, а не разговоры за жизнь. Но как им удается так замаскироваться, чтобы их и не видно было? Это же железная дорога, они же должны ее контролировать по всей длине, да? Или хотя бы в ключевых точках перерезать. Ну, если они нас захватили. Это же главный транспортный коридор. Может, их тут и нету вовсе. Не добрались сюда или отступили уже. Хотя куда? Ни Катя их видом не видывала, ни крест. Хотя мы и без них неплохо справляемся. А? Средневековье какое-то. Вон у Силантия люди в рабстве. Гробят их почем зря. Неужели им бы без этого вранья, без сказок его, без жертвоприношений хуже жилось? А мы что, сколько лет в подземельях сидеть, есть друг друга поедом и даже не усомниться в том, что наверху жить нельзя? Дядя Артём, дядя Артём, дядя Артём, там дядя ТТшник уже мастерскую доделал. Хотите посмотреть? Так здорово получилось. Сюда, дядя Артём. А, привет, Артём. Видишь, как я тут устроился. Как короче слово. О, верстак какой шикарный, а? Всё под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мастерское пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. И ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Работа, непочатый край. Вот ещё не решил, где костюмами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честно слово. У князя он броник спинную пластину вообще не держит. А он ржёт. Хорошо, мол, не переднюю, а то без пальцев на ногах остался бы. Так что я из вас, разгильдяев, сделаю снова настоящую армию. В общем, у меня всё. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Да, собственно, и мне тут есть чем заняться. Ломать снаряжение все гораздо, а чинить-то к руки не из того места. Дядя ТТшник, а? Дядя ТТшник. А, что такое, Настёна? Дядя ТТшник, а машинка швейная у вас есть? Нету, Настя. А как вы костюмы шить будете? А как все? Нитку в иголку и парусным шом. Ух ты! Научите? Научу. Только попозже. А вы мне тогда ремень на дяди Сэма в автомате разрешите починить? Ну, раз так, конечно. Только под наблюдением. Сэм знаешь какой. Ух! Ура! Ура! Дядя Сэм не страшный вовсе, а даже добрый. Ха-ха! Ладно, давай. Смотри сюда. Один раз показываю. Видишь? Вот так вот. Вижу. И аккуратненько. Видишь? Понятно. Здесь главное не спешить. Ага, ясно. А теперь вот так. Вижу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 За Близуба привет! Конец связи! Заходи, Артём. Присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Как, Артём, тряхнём стариной? Бери гитару. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо, Стёпа. Вы, Катя, простите, но я давно спросить хотел. Отец Настин, он погиб ведь? Настя знает? Погиб. Я не хотела говорить сначала. Мол, на ярмарку уехал. Три дня прошло, я всё держалась. Думала, и виды не подаю. Сижу с иголкой, а перед глазами черно. Не вижу ничего. А она подошла и говорит, ты поплачь, мам. Тебе легче станет. А это ведь Сеня так говорил. Ну, я и заревела. Так что, знает она всё. Простите, Катя. Простите. Давайте я лучше расскажу, как мы тут на мосту оказались. Мы сами на северо-востоке отсюда жили. По прямой вроде и недалеко. А ехали месяц. Там дальше разбомблено всё. Ермак меня спрашивал, я ему рассказала. Сеня говорил, там сплошь ящики были. Ну, заводы военные. Да и вообще промышленные города. А теперь даже с фильтрами не пройти. Такая радиация до сих пор. И пути нету. Кратер на кратере. Мы издали, видели. И то счётчик, как заведённый, трещал. Ну вот, одна небольшая ветка уцелела. Там бомбить-то особо нечего было. Вот мы по ней и проехали. Думали дальше на запад двинуть, но... Сами понимаете, через мост нас с дизелем не пустили. Мол, сатанинская машина. Но сказали, если отдадим дизель для очищения, примут в общину. В общем, остались мы. А потом уже из-за хотей не вырвешься. Гад этот, пляшивый. Батюшка Силантий так головы задурил. Только молились, да поклоны били. Своими руками дизель наш разобрали. И в реку по частям. Мол, в очищающую купель. И ещё и на нас, Сеней, мужем моим волками смотрели, что мы отказались. Потом Сеня пошёл проведать их. А там только местные. Что, где. А Силантий, гад, устроил им экзамен. Мол, хотите в миру, как все, а не пришлыми быть? Значит, демона одолеете. Сеня за ними остановить. Поздно. Одни лохмотьи обгорелые. А потом мы его туда же отправили. Вот и он не вернулся. Катя, простите. И я не знал. Ну, что тут поделаешь? Дело прошлое. Что мы все о грустном. Давайте вы, Стёпы, лучше сыграйте что-нибудь. Конечно. Дело прошлое. Очень красиво. Спасибо. Спасибо. Дело прошлое. Ну, ты даёшь. А ты как думал? А с броником-то что? Тебя полтунят в руки ждут. Ну, тут длинная история. Крэк окинничает. Рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артём там возится. Ну, ты треплох. Ну, ты треплох. Артём, считай, всю работу сделал. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ну, это понятно. Но врать всё равно не мешай. Сами за мой броник спросили. Ладно. Ладно. Дальше давай. Ну, в общем, я вижу, Артём к двери уже подошёл. Ну и думаю, надо спускаться уже. Я вниз. А ну, держи. Что оно? А я знаю. Темно. Никого нет. А прямо пошевелиться не могу. А мостовики эти ещё про царское что-то там трепают. В общем, думаю, дело пахнет керосином. И чё? Ну чё, карабин отстегнул и как рванул. Там как раз халабуда это было внизу. Да крыши невысоко. А царь этот что? Ну, здоровый такой. Страшный. Болт там торчал такой ржавый. Вот я за него спиной броника. Хорошо, что у тебя князь, как это, гоняло есть уже. Вот это да. А дальше-то что? О, ха-ха-ха. А дальше? Дальше уже детка этого в оборот взяли. Ну что там? Мы... Артём, в общем, сам справился. Орёл. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Да, молодец он. Пока я там по верхам скаркал, как макака, да с царём этим... Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Воевал. Он, в общем, весь вопрос решил. Это точно. Молодец, Артём. Да, вы оба красавцы. Ну и крест, конечно, тоже. Это да. Как он им зубы заговорил. Люба дорога. Они доски эти когда таскать начали. Я чуть не помер, артист. Да, толковый мужик. Вы все, в общем, отлично сработали. И за это надо что? Что? Выпить. Точно. Истинно наш человек, Сэм. Ты как, присоединишься? Нет, я пока пешком постою. Вот за обедом. Ну, значит, потом тебе штрафная будет. Это точно. Ну, мы все равно сейчас немного. Для разминки. Ха-ха! Отлично! Хорошо пошла. А я вот, братцы, задумался. А чего все от поездки этой ждут? Я вот вернуться хочу и Светке моей все рассказать. Чтобы она смотрела на меня огромными серыми глазами, хлопала ресницами и лепетала. Какой ты у меня герой? Ха-ха-ха! Ну, то есть ты за подвигами и шрамами. Засчитано! Ну, а сам ты-то чего поехал? Тут такое дело. Сердце по любви тоскует. А в метро всем бабам надо что? Чтоб добытчик в семье был. Чтоб как за каменной стеной. Ха-ха-ха! Чё улыбишься? Это ж невыносимо. Тут, правда, тоже пока не особо. Только Катя к нам на борт, а Степан уже такой хвост распустил. Куда там тому павлину? Ха-ха-ха! Ты радуйся! Катя девушка серьёзная. Построила бы тебя как миленького. Ха-ха-ха! Это вряд ли. Не такой я человек, чтоб друзьям на любовном фронте поперёк дороги становиться. Особенно, если они обещают руку сломать! Ха-ха-ха! Ну ничего, джентльмены. Будет и на моей улице праздник. Там-то в Ямонтау женщины со всей страны собрались. Ждут меня. Волнуются? Ха-ха-ха! А вот ты, Дамир, чего поехал? Ну, я сначала просто за вас, ребята, за полковника. Но, честно говоря, даже тогда мелькнула мысль, это ведь шанс мечту осуществить. Казахстан увидеть. Народ мой. Но сначала надо обратно в Москву. Потому что несправедливо это. Людям сказать нужно, что всё. Свобода! Наверху жить можно! Согласен, идиотычка. Я-то согласен, Дамирка. Но свобода – вещь сложная. Был такой борец за свободу Че Гевара. И до сорока не должен. А вот, товарищ Маучу, книжку-то почитываешь. Народ в строгости держал, а жил долго и счастливо. Ну, ты в своём репертуаре. Вечно на умнике. Непонятно, чего только идиотом кличут. Это я понимаю, он сам так назывался. Чехова очень любят, потому что... И Чехова, конечно, тоже. Но главным образом Достоевского, Сэм. Достоевского. Да, я читал, конечно. Только спутал всегда, конечно. У Чехова солнце, аустролица и раненый офицер. Сила образа большая. Ах, ты меня в могилу законишь. Ну, а ты, дядюшка Сэм, какие мечты? Знаешь, я вот хочу свой серф в руки взять, самокруточку на пляже выкурить, волну поймать. У меня где-то в глубине под суровым москвичом сидит добродюшный Калифорния. А, да ну нахер! Ха, у меня, между прочим, пока мне отец в Маринс не уговорил пойти, дреды были по задницу. Говорит, Маринс сделает из тебя балбеса сознательного гражданина. И в Калыч, как отслужишь, отправят. Ну, и меня на Ближний Восток и отправили. Вот это да! И что, надеешься, тебя тут твои подберут? Что-то не видать их! Да, на наших надежды как-то мало. Вот, выполним задание, подам рапорт полковнику, доберусь до океана, а там, может, корабль найду. Ну да, подплываешь ты такой на корабле, а они... А-а-а! Русские идут! Ты ж наш в доску! Куда тебе в Америку? Факт! Ушанку не надевай! Сразу ко дну пустят! Не буду ушанку надевать, но балалайку возьму. Балалайку! А кто что про Емонтау думает, а, мужики? Как нас там примут? Ну, твои-то мысли понятны, Ареша. Примет нас младший офицерский состав в кружевном белье и с караваями. Мои, да! Мне про ваше интересно. Ну, я надеюсь, они ответят на пару вопросов. К примеру, если за сотни километров от Москвы ни одного американца, кроме Самуила нашего, нет, зачем нам под землей сидеть? Я бы не так сформулировал. Вы-то в Емонтау знаете, товарищи верховные командиры, что мы в Москве 20 лет под землей сидим. Это да. Обязательно спросите, пока я с младшими офицерами совещание проводить буду. Не знаю. Лично я уже настроился на роутри. Романтик с большой дороги. Да. Ну, поживем, увидим. Это точно. Артем, дай пройти, пожалуйста. Романтик с большой дороги. Романтик с большой дороги. Артем, иди сюда. Слушай, удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Ковчег, Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников. Командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на отсчете майор Ивановна. Минутку. Минутку. Да, да. Все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие. Но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не древнет. Понимаю, товарищ майор. Поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяги и готовы встать в строй, как только мы пребудем в расположении. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного. Но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К-6 Альпа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. Эм, К-6 Альпа, говорите. Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор? А? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но, по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на Копчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. А подумать только. Сам министр. Артем, кстати, можешь на карту глянуть. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямонтау. Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии. Хм, повезло нам. Там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. По расстоянию вроде и недалеко. Но от состояния путей все зависит. Так что ползти, наверное, будем долго. Ну, Ермак, так о чем мы там? Про то, что цель превыше всего. А, да. Так вот, не надо. Попривыкали. Правильная цель оправдывает средства. Да я ведь не возражаю. Просто не у всех цель правильная. Вот именно. Именно поэтому. Этого шанса я, пожалуй, и ждал. Обстоятельства не складывались. Но теперь правительство, понимаете? Правительство. А, ну, конечно. Как-то вы несерьезно к этому относитесь. Не ожидал. Тем более после того, что вы только что услышали. Да, ну, допустим, правительство. Ну и что? Сколько лет друг без друга жили, ничего. А, вот тут-то собака и зарыта. Ведь они, скорее всего, о нас ничего не знали, понимаете? После таких массированных ударов они предположить не могли, что в Москве выжило столько народу. А мы, именно мы, мы сообщим им, что Москва жива. И не просто жива, а сохранила цивилизацию. Понимаете? Мы все это время бились за простое выживание. Но теперь у нас появится новая цель. И какая же, позвольте спросить? Неужели не понимаете? На командный центр завязаны все системы оповещения. Вся разведка. Им известны все места ядерных ударов. У них есть полные карты зон заражения. Да много чего. Информация правит миром. А у нас есть люди. Полное метро народу. Много подготовленных бойцов. Сложите два и два. Мы ведь сможем со временем заселить страну снова. Конечно, не сразу. Возможно, сначала придется ее вернуть себе. Но заниматься этим мы будем под руководством настоящего правительства. Людей, обладающих необходимыми навыками. И в конечном счете мы сможем вырваться из подземного тупика. Хорошо бы, конечно. А я вот давно хотел полюбопытствовать. Откуда вы Айаманта узнали, Светослав Константин? Ну, про проект Ковчег у меня информация точная. Это я вам как офицер ГРУ говорю. На объекте еще до войны служили мои товарищи. Готовили планы эвакуации. Так что и позывные про место я знаю по долгу службы. Так что теперь главное добраться. Ну, ничего, ничего. Правда, путь непростой будет. Ну, а мы легких никогда и не выбирали. Я давно об этом думал. Центральный промышленный район. Это ведь приоритетная цель. И Катерина эти подозрения только подтвердила. Пути местами наверняка сохранились. Но вот состояние, думаю, плачевное. Боюсь, без ремонта путей не обойдется. Ничего, ребята у нас крепкие. Да и объездные пути уверен найдутся. Как вы думаете, что могло за эти годы произойти на относительно уцелевшей территории? Да, это вопрос. Хотя, что там гадать? Скоро все узнаем. Да, узнаем. Так, что там гадать? 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 Ну хорошо, давайте пока о насущном. О состоянии локомотива. Давайте. Как там бомба, в порядке? Да, починили. Сколько теперь на заправку водой уходить будет? Если фильтры чистить не придется, часа три. А если что, запасные остались? Полного комплекта нет, только грубой очистки. Да, хоть масла хватает. О, тут порядок, Хэлли Владивостока докатиться хватит. Ну, до Владивостока нам не надо. Да, ну хорошо, хоть с чем-то проблем нет. А, трубы? Это я уже говорил. Параны капитальные, мы с крестом как могли промыли новые. Да и костники бы поменять. Ну, чего нет, того нет. Все вспомнили? Ну и все. Ну давайте еще раз пройдемся. Да, это не помешает. Как там бомба, в порядке? Да, починили. Сколько теперь на заправку водой уходить будет? Если фильтры чистить не придется, часа три. А если что, запасные остались? Пока. Значит? Всё. 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 enca. Всё. 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 Волны у комплекта нет, только в Гурбатинске. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И жить там, как когда-то? Или в том, что все эти 20 лет они проторчали под землей зря? Просто потому, что так было нужно для секретности? Потому что у них до опуска, мать его, не было? Не знаю, не знаю, Яртин. Но только знаю, что даже если мы туда когда-нибудь вернемся, оставаться я там точно не намерена. Мой дом где-то здесь, наверху. Хотя я еще и не знаю точно где. И спасибо тебе, Тём. Что бы там отец ни говорил, спасибо, что вытащил нас наружу. Ладно, опять меня занесло. Вот такая вещь. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok.